Креки Джавахетти Кандаровы, Константиновы, Картасис, Ефремовы, Трапезановы, Кесова Нас называют здесь Уромами Уром я понимаю так Значит это от происхождения Мы понтийские греки Но нас по-гречески называют Ромеос Наверное с моей точки зрения Это имеет какое-то отношение к Риму Ром, Рим, оттуда, Уром И вот так и идет Язык это абсолютно все Это душа Это сердце Это прошлое, настоящее и будущее моего народа Я горд от того, что родился в Антийце И первое, я думал, что я не знаю, что я не знаю Я не знаю, что я не знаю Самое интересное, когда я был маленький Первый язык, который я начал говорить Это не греческий, а это был армянский язык Я где-то до 8-9 лет Я не знал, что я грек, армянин или кто Это тоже очень интересный момент Фамилия моя Куликиди И очень многие в Ахалкалаке произнося Куликиди Произносят как Куликидзе И очень многие думают, что я грузинская национальность Это еще идет со времен моего отца Кто построил дорогу? Отец мой, строитель И мосты, и дороги в Джавахиде Это заслуга моего отца Они все говорят Куликидзе начинай Только избранные люди знали, что это значит Куликиди, грек У нас в Ахалкалаке есть такая церковь Развабенная церковь, свято-илийная, греческая Это местечки Аблара, откуда идут родники И этими родниками обеспечивается город Ахалкалаке питьевой водой Я еще раньше, когда я его разъезжал по селу Я помню в Селево-Риван Есть построенная красивейшая армянская церковь Я на сельчане, старожил, говорят Мастера были и греки, которые строили эту церковь Мастера были и греки, которые строили эту церковь Они жили не в море, в Пампийском Но они жили в группе Черного моря Они трапезонские греки, Пампийские греки И наши мацукаты, они из села Имера Это село, которое сейчас тоже находится Насколько мне говорили, что сейчас тоже существует При трапезоне там, в Турции И там гора есть, Мацука И кто из села, по происхождению, они все переходили И сейчас очень много мацукатов То есть написалось От этого гора Откуда ты, из Имера Возле горы Мацукатов Поэтому очень много мацукатов Сейчас в Паврополе, Краснодаре и так далее Но они как-то не родственники Но они происхождены И Имера сейчас есть В Далкинском районе Сырго Имера Они там тоже жили, мацукатов Очень многие И имера сейчас есть Единственная критерия Было то, что должен был вид православный И когда я тоже Хотел семью создать Тогда познакомили мою супругу Тогда Весту Моей бабушке И бабушке Очень понравилось И моя двоюродная сестра Сказала, что По-турецки Эрмяне И бабушка Первый вопрос Ортодокс? Православная? Они сказали Ортодокс То есть православная Тогда можно То есть Вопрос национальности Нет Вопрос Какого вероисповедания Это наша семья Очень Так сказать Держится Оценивается Когда Константин Никол Когда эта война была Они оттуда Здесь перешли Во время коммуниста Но Мы знаем Что поистеры Там Заставили Или веру Принять Мусульманский Или Язык Принять Они веру Оставили А язык По-мусульмански Как говорили По-турецки Цалка Я Вот очень часто Меня спрашивают Когда едешь по дороге В Цалку Да Греческие дома С выступами Каменными Стены С выступами Почему там Эти выступы Я тоже Интересовался Точно не могу сказать Но вообще-то Говорили Якобы Это по количеству Умерших душ В этой семье Другие говорят Просто Это Типы Как подсвечники Там Зажигали свечи И Точно сказать Не могу Особых проблем Таких нет Но Мы всегда Выступали И выступаем Только за Интеграцию А не за Ассимиляцию У нас до сих пор Трогают Волнует И беспокоит Тот момент Что Во всем парламенте Греции Нету В Грузии Нету Ни одного Депутата Грека Почему Раньше Были Были Раньше На уровне Министров Замминистров Тоже были Греки А на данный Перед Да Понимаем У нас осталось Мало Где-то По всей Грузии 40 тысяч Но Неужели У нас Нету Достойных Людей В моей Семьи В Куваликете У нас было Три брата В лихие 90-е годы Вот Они Два брата Моих Переселились И Практически Очень много Греков Уехало Отсюда Но Те Которые Остались Они Остались Например Меня Я считаю Свою Родину Мою Родную Диавахетию Историческая Родина Греция Я не могу Без Диаваха Без Природы Нашей Воды Без Обыча Традиции Ну что За день Если Ты утром Спустишься И где-то Человек 50 100 Человек С тобой Не поздороваться Значит Ты Зря Живешь